Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса» и в студии Василий Богданов. Мы продолжаем наш разговор уже в нескольких передачах о страховании. Сегодня у нас в гостях Максим Чернин, генеральный директор страховой компании «Сбербанк Страхования Жизни». Здравствуйте, Максим. И еще я знаю, что вы являетесь председателем Комитета Всероссийского Союза Страховщиков по развитию страхования жизни. Совершенно верно. Тема непростая, потому что страхование жизни в нашей стране, ну как формально, существует уже давно, уже многие годы. Но фактически, вот насколько я знаю, она такая, одна из наиболее таких тяжело развивающихся. Все-таки люди гораздо охотнее страхуют автомобили, страхуют там свои, может быть, даже дома, там что-то еще. При выезде за рубеж здоровье, потому что иначе никуда. А вот страхование жизни пока еще трудно, да? Прежде чем будем говорить о, собственно, развитии отрасли, несколько слов. А что вообще входит в страхование жизни? Вот я, ну, по-обывательски себе представляю так, что это может быть страхование жизни от несчастных случаев, или накопительное страхование, что когда я там выйду на пенсию, у меня будет какой-то еще дополнительный доход. Вот поясните. Спасибо большое за вопрос, но вы коснулись краткой истории развития этого вида. Я могу сказать, что страхование жизни получило распространение в России, и какие-то первые шаги, да, начинались еще до революции 17-го года. Ну, это уж совсем далеко, да. Это совсем далеко, но если посмотреть гораздо ближе, посмотреть, например, последние годы во время перестройки, да, середины 80-х годов, я могу сказать, что 70% трудоспособного населения РСФСР на тот момент имело полисы накопительного страхования жизни. Вот, кстати, тогда была развита какая-то система, ходили агенты, там, на работу приходили, вот я помню, был маленьким, в школу приходили, и мы как-то что-то, да, там, 3 рубля платили, в год страховались что-то, да. Совершенно верно, и практически у всех, там, молодых людей был некий накопительный полис, который на 18-летие или на свадьбу, или на рождение ребенка, он мог получить, и это была такая путевка в жизнь, да, то есть, как бы, какой-то размер денег, который можно потратить, там, на приобретение чего-то значимого для себя, для своей семьи. Потом, в 90-е годы, это действительно наступил такой полный развал, ну, всей финансовой системы в России, ну, и в частности, страхование, и уж тем более страхование жизни, когда загадывать на 2 года вперед, на год вперед было сложно, уж не говоря о том, что планировать на 5 лет, на 10 лет, и вообще страхование жизни, почему вот его отдельно так выделяют, вот вы привели пример с автострахованием, страхованием имущества, уезжающих за рубеж, ведь есть два направления, страхование жизни и имущественное страхование, ну, все прочее страхование, и даже по законодательству компания не имеет права заниматься одновременно и тем, и другим, даже законодательно, это действительно так, даже законодательно, две компании, два типа компании отдельны друг от друга, и поэтому есть такая подотрасль страхования жизни, и есть общее страхование, или имущественное страхование, его еще называют, они пересекаются в каких-то аспектах, например, страхование от несчастного случая могут делать и компанию Life, так называемый Non-Life, да, страхование жизни и имущественного страхования, медицинское страхование, а вот накопительным может заниматься только специализированная компания по страхованию жизни, И не только эта особенность, наличие отдельной лицензии, выделяет этот вид из общего страхования, здесь есть еще целый ряд особенностей. Это уникальный вид страхования, он даже во многом похож больше на управление активами, чем на чисто страховой бизнес. Это единственный вид страхования, при котором клиент, его семья или он сам получает выплату страховую, даже если ничего не произошло негативного. То есть, либо в случае негативного события, либо в случае достижения определенного срока. Достижение определенного срока, возраста или события. И поэтому это микс страхования и управления деньгами клиентов. Это личное финансовое планирование, которое человек осуществляет для себя и своей семьи. И оно не обязательно бывает пенсионным, как вы сказали, на пенсию выйти. Клиент может застраховать себя, свою жизнь, себя как источник дохода, например, на 10 лет. Это, может быть, никак не связано с его пенсионным возрастом. Это означает, что в течение всех этих 10 лет, когда он будет платить страховые взносы, если вдруг негативное событие произойдет хоть на следующий день после заключения договора, и это не только уход из жизни, это и такие трагические события, как инвалидность, тяжелая травма. Потери трудоспособности. Потери, да, трудоспособности. Совершенно верно. Даже если это случится на следующий день после заключения договора, семья, клиент или он сам получит гораздо большую сумму денег, чем было уплачено. Ну, смотрите, Максим, все так, все верно. И, тем не менее, сейчас, ну, как бы это не самый быстрорастущий сегмент страхования, да? Вот а с чем тогда, вот в чем проблематика? Вот, вы знаете, вас, может быть, удивлю, это самый быстрорастущий сегмент страхования за последние годы 4 или 5. А почему? Потому что эффект низкой базы или потому что происходит... Во многом эффект низкой базы, но во многом еще и то, что к продвижению этого вида, этого направления присоединяются все новые участники рынка. И вот последние годы, наверное, 3-4, огромную роль начало играть банк страхования в этом виде, поскольку... А, потому что люди получают кредит, а он должен... Люди получают кредит. Как бы он становится привязанным? Абсолютно верно. Он становится таким связанным продуктом, он не связан жестко, то есть означает, что люди могут взять кредиты без страхования жизни абсолютно. То есть он будет чуть дороже, как правило. В большинстве банков нет завязки цены кредита и страхования. Например, в нашей корпорации, да, в Сбербанке, такого нет на потребительских кредитах. И, соответственно, он может снизить потенциальную опасность, нагрузку финансовую, бремя для своей семьи, если он приобретает... А, конечно. Ему просто говорят, ну да, ты приобрети, потому что ты же должен выплачивать кредит, не дай бог, там что случится. Абсолютно верно. И тогда его родственникам не нужно будет возвращать этот долг банку, за него это сделает страховая компания. Смотрите, правильно я понимаю, что во многом вот этот рост этого вида страхования является, ну, как бы не заслугой самого по себе этого вида страхования, а скорее деятельностью смежных институтов, да, где-то страхование задействовано. Потому что если рекламу автострахования я вижу каждый божий день везде, там и по телевизору, ну а уж в интернете само собой, то рекламу страхования жизни как-то вот я даже и не припомню. Я надеюсь, мы коснемся еще в ходе разговора этого вопроса, тема реклама, да, страхования жизни вообще имеет оно смысл, как оно используется и когда имеет смысл этим пользоваться. Но вы совершенно правы, на текущий момент никакой рекламы страхования жизни нет. Если говорить о том направлении, которое мы затронули, это кредитное страхование жизни, оно действительно является связанным продуктом и рост кредитования вызывает рост этого направления. Так и было на протяжении где-то четырех лет. Этот рынок очень бурно развивался, темпы ежегодного роста были где-то от 40 до 60 процентов. Ни один финансовый рынок в России не развивался. Но даже если мы посмотрим, например, итоги 9 месяцев этого года, а сейчас вы знаете, кредитование в целом стагнирует, или в некоторых банках она из-за усиления политики риск-менеджмента даже сокращается. Но тем не менее, вид страхования жизни, как именно подотрасль, вырос на 27 процентов. Это тоже самые высокие темпы роста. И в этом году, этот год стал первым, когда локомотивом роста, таким драйвером вот этого движения, перестало быть кредитное страхование жизни. Как я уже сказал, оно вслед за кредитованием, либо по ряду направлений приостановило развитие, либо где-то даже уменьшилось. А на первый план выходят продукты, которые не связаны с кредитованием в принципе. И это именно долгосрочное страхование. Правильно ли я понимаю, что... Ну или имеете ли вы в виду сказать, что люди, которые когда-то брали кредиты, значит, в какой-то степени, ну, вынужденным, или, может быть, просто их уговорили, взяли страхование жизни, погасили, кредиты продолжают. Они привыкли к этому продукту или все-таки нет? Закончив эту историю... Другие продукты. А, другие продукты. Это другие продукты. И вот сейчас локомотивом роста являются продукты накопительного страхования жизни, то есть долгосрочные продукты, которые... Все-таки началось. Да. Ну, очень много для этого было сделано и компаниями по страхованию жизни. И мы находимся вот на том этапе, когда темп роста сегодня высокий. Да, во многом это эффект низкой базы, но я абсолютно уверен, что в ближайшие годы, несмотря даже на макроэкономические явления, будет демонстрироваться либо совстоимый, либо еще больший темп развития. Почему? Тогда, да, какими силами это достигается? Потому что если нет рекламы, то тогда кто? Агенты? Потому что я помню, как в 90-е годы, которые вы упомянули, мне несколько раз обращались агенты компании AIG, сейчас, по-моему, даже ее и нету, она как-то по-другому называется. Вот, и тогда весь этот рынок двигался деятельностью вот этих вот людей, которые ходили, встречались, там что-то продавали. А сейчас кто двигает его? Компания AIG, кстати, существует, она сменила название, она теперь называется MetLife, это уважаемый игрок на рынке и очень большую роль играет в продвижении этих продуктов и услуг. Сегодня наибольшим источником информации о таких продуктах, а здесь чем больше предложений, тем больше и спрос. Больше игроков его как бы продвигают. Являются банки. Вот на сегодня около 80% всех продаж на рынке – это банк страхования. И даже несмотря на то угасание темпов развития кредитного страхования жизни. Ведь все больше и больше розничных банков начинают сегодня индивидуально работать с клиентами, прежде всего с клиентами среднего класса, да, высшей части среднего класса, такой премьер-бизнес. И там страхование жизни стало продуктом, который предлагается для диверсификации своего портфеля. То есть то, о чем, как говорили финансисты несколько лет назад, как бы мечта финансового супермаркета, она потихонечку начала реализовываться, что ли? Да, она реализовывается. И вот мы для себя, например, сделали основой подхода концепцию персонального финансового планирования. Ведь считается… Эта концепция, она во всем мире используется. Считается, что первым делом, когда появились деньги, которые ты не тратишь, там, не знаю, на еду и на одежду, их нужно инвестировать в то, чтобы в случае наступления неблагоприятного события не было финансового яма, финансового провала, да, подумать о своих близких, о своей семье, которая зависит от тебя, как от источника дохода. На втором этапе ты можешь инвестировать средства в инструменты, которые обладают высоким уровнем ликвидности. Ну, то есть потерял работу, там, с бизнесом что-то не то, ты можешь их быстро забрать, да, и на них прожить, там, 6-9 месяцев, вот так считается. И только на третьем этапе ты можешь инвестировать во что-то, что может принести дополнительный доход, но может принести и финансовые потери. И в любой из этих концепций финансового планирования страхование жизни, оно является базой пирамиды, да, вот основанием пирамиды. Если его нет, то не имеет смысла инвестировать во что-то, потому что, не дай бог, что-то случится, да, семья или ты сам, да, потеряешь все. Ну, смотрите, вот к вопросу продажи страховых продуктов в банке, да, но, а как это физически происходит? Вот человек, ну, там, у Сбербанка огромное количество клиентов, да, ему что, кто-то звонит или там пишет письмо, или как-то, как это физически происходит? На сегодняшний день мы активно предлагаем вот продукты именно долгосрочного, накопительного, да, я подчеркну, страхование жизни, в сегментах Сбербанк-Премьер и Сбербанк-Первый. Это определенная категория, сегмент клиентов, да, которые обслуживаются персональным образом. У них есть персональный менеджер в банке. И когда они общаются по поводу своих кредитов, депозитов, да, там есть личный контакт, есть время поговорить на эту тему, обязательно порисовать, подумать, какие, там, разрывы существуют, да, в потребностях клиента, в том, что у него есть и чего бы он желал. И после этого предложить ему тот продукт, который ему больше всего подходит. Хорошая тема. А вот смотрите, ведь банковская услуга – это само по себе, страхование жизни само по себе. Вот как осуществляется тогда взаимодействие? Это ваши сотрудники начинают работать, ну, как бы по той базе, которая есть вот среди вип-клиентов, или приходится обучать сотрудников банка, чтобы они еще и научились другим продуктам? Ну, не то, что приходится. Мы имеем удовольствие обучать сотрудников банка, да, потому что если у клиента есть персональный менеджер, то это именно тот человек, которому он доверяет, да, который знает про его вложения, который знает про этого клиента чуть больше, который быстрее найдет с ним контакт. Поэтому наша задача, как сотрудников страховой компании, очень глубоко погрузить клиентского менеджера в эту тему, обучить его, да, нужно быть уверенными, что он знает все тонкости и всякие аспекты продукта, и то, что он сделает правильную продажу, то, что клиент купит то, что он понял, и то, что он хотел купить. Вот поэтому очень много времени, средств, там, и денег уходит именно на обучение. Хорошо. Во второй части программы более подробно поговорим о том, как все-таки развивать и продвигать этот рынок. Сейчас небольшой перерыв. Дорогие друзья, через пару минут мы продолжим. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу «Технологии для бизнеса» в студии Василий Богданов. И напоминаю, что у нас в гостях Максим Чернин, генеральный директор компании «Сбербанк страхования жизни» и председатель комитета Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни. Еще раз здравствуйте, Максим. Добрый день. Партнер нашей программы – компания «Аисус». Мы используем в студии «Аисус ZenBook UX302». Пожалуй, один из самых красивых и стильных ультрабоков. Он имеет мощную аппаратную начинку, а его корпус покрыт защитным стеклом «Корнин Горилла Гласт-3». «Зенбук UX302» от компании «Аисус» – отличный выбор для дома или офиса. Продолжаем разговор. И вот хотел спросить, сегодня уже при развивающемся рынке страхования жизни, какие сейчас наиболее востребованные виды продуктов по страхованию жизни? Помимо того направления, которое мы уже подробно обсудили, это кредитное страхование жизни, которое, кстати, не является источником таких пресловутых длинных денег в экономике. Да, оно живет, пока есть выплаты по кредиту. Кстати, на западных рынках страхование жизни, да что на западных, на восточноевропейских рынках, страхование жизни занимает примерно половину всего рынка страхования, в России это пока всего 10%. Ну да, еще расти и расти. Темпы роста, о которых я говорил, которые, я надеюсь, что еще и будут превышены, это не иллюзия, это вполне логичное развитие этого сегмента рынка. Так вот, самыми главными являются для экономики страны, для компании страховой, да и для клиентов, это накопительное страхование жизни. И, по сути, все продукты там можно разделить на две части. Один это такой, ну, семейный продукт, то есть семья страхуется, платит регулярно какой-то взнос, и дальше через 10, 15 или 20 лет, насколько, на какой срок обозначен полис, семья получает выплату в 97-8%, это как раз когда ничего плохого не случается. Либо, если вдруг случилось, то сразу же, да, семья, сразу же в этот момент получает сумму денег, которая необходима. Как правило, считается, что нужно страховать где-то на два годовых дохода семьи, для того, чтобы семья реабилитировалась после потери дохода. А есть продукты детские накопительного страхования жизни. Сейчас, ну, сразу спрошу, вот мы в начале передачи упоминали совершенно справедливо, что было время, когда люди говорили, как страхование там на 10, на 15 лет, я не знаю, что завтра-то будет. Вот сегодня какие средние сроки? Вот уже люди на сколько планируют? Сегодня средний срок на рынке страхования жизни составляет накопительного, составляет где-то 12-14 лет. И это еще не те сроки, которые должны быть, потому что должны быть там 20-30 лет. То есть чем раньше человек входит в эту систему, тем он больше накапливает. У нас средний клиент это где-то 45-50 лет, на Западе он моложе, просто он начинает эти программы раньше. Вот, касаясь детских продуктов, они работают практически так же, за одним исключением. Семья платит взносы ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные, как удобно. И, например, когда ребенку будет 18 лет, на образование семья накапливает определенную сумму денег. Сейчас образование все больше и больше платным становится. Кто-то хочет, чтобы там ребенок в Москве учился, кто-то в Екатеринбурге, кто-то, не знаю, в Лондоне. Неважно, каждый определяет для себя. И если вдруг, не дай бог, что-то во время действия договора, случается с кормильцем, с источником дохода, то вступает в силу так называемый риск освобождения от уплаты взносов. Страховая компания за клиента продолжает регулярно вносить эту сумму денег. И все равно к 18 годам ребенок получит эти деньги. Никто, кроме ребенка. Это очень юридически защищенный такой субъект страхования жизни. И в этом случае человек, клиент, глава семьи, он дает обещание своей семье, что ребенок получит образование, несмотря ни на что, что бы ни произошло. Мне кажется, очень такой правильный, социально ориентированный продукт. Да, вот смотрите, почти всегда, когда мы в этой студии говорим про страхование, вот всегда хотелось бы затронуть аспект участия в этом государстве. Потому что страхование – это один из, наверное, социально важных, социально значимых видов страхования. Оно как бы снимает социальную напряженность. Потому что если у человека что-то случилось, он не застрахован, его последняя квартира сгорела или он потерял работоспособность, но реально это социальная катастрофа. Вот что в этом случае, в этой ситуации, вернее, делается на уровне государства, правительства? Вы как-то вообще лоббируете, продвигаете какие-то идеи, законодательные инициативы? Отличный вопрос. Вот такое направление непростое, как страхование жизни, без помощи государству, без поддержки, оно развиваться не может. Потому что оно очень непростое для клиентов, оно долгосрочное. Здесь не бывает краткосрочных инвесторов, здесь только компании, которые приходят надолго, могут заниматься этим видом бизнеса. И во многих странах, опять же приведу пример, как Западная Европа и Восточная Европа. Потому что там тоже не сложилась культура в свое время. Там, кстати, бомб страхования жизни начался в конце 90-х. Своевременно государство ввело определенный стимулирующий налоговый режим. Государство сказало своим гражданам, если вы готовы оберегать себя от таких негативных последствий, если вы готовы деньги инвестировать в длинную, надолго, то мы готовы вам дать льготы в виде социальных налоговых вычетов. Мы готовы часть заплаченной вами страховой премии возвращать вам ежегодно в определенном лимите, для того, чтобы показать, что мы хотим, чтобы это было. Как в бизнесе необлагаемый доход. Абсолютно верно. И действительно, буквально в конце ноября президент страны Владимир Владимирович Путин подписал закон, в соответствии с которым с 1 января 2015 года и у граждан нашей страны появилась такая возможность. Отныне каждый человек имеет право на социальный налоговый вычет, если он размещает деньги в страховании жизни, приобретает полис о страховании жизни со сроком от 5 лет и выше. То есть это имеется в виду НДФЛ? То есть если человек заработал деньги, получил их, заплатил с них налог, но часть этих денег он вкладывает в долгосрочное страхование, то эти деньги как бы считаются необлагаемыми налогами, ему делают при подаче декларации, делается пересчет, налоговый возвращает. Лимит 120 тысяч рублей, как и в прочих социальных налоговых вычетах. И если, например, человек, клиент оплачивает эту премию через работодателя, то есть не за счет работодателя, а просто делает через бухгалтерию. Ну, поручение пишет в бухгалтере. Да, абсолютно. То тогда налоговый вычет оформляется прямо на работе. Если он оплачивал это сам, это самый распространенный случай, то он получает справку в налоговый и получает этот налоговый вычет в размере 13% от суммы, которую он инвестировал в страховании жизни, но не более чем 120 тысяч рублей. Это хорошая новость, да. Очень важно и очень важное решение. И теперь страхование жизни, которое всегда клиенты сравнивают все-таки и по доходности еще, да, это же инвестиция, накопительное страхование жизни, не только защиту, но и инвестиция. И всегда сравнивали с депозитами, которые по своим ставкам превышали доходность страхования жизни. Но вот это специализирование... Но депозит не имеет функции... Он не имеет функции защиты. Что-то случилось, да. Абсолютно верно. То есть теперь страхование жизни по всем аспектам, по всем характеристикам, оно является еще более интересным. То есть и защита, которая осталась, но и при этом получилась такая некая инвестиционная доходность, можно назвать ее с другой стороны, через получение социальных налоговых вычетов. Да, безусловно. Это существенный вклад, да. Максим, вот мы в начале передачи буквально два слова коснулись рекламирования этой услуги, да. Все-таки я бы хотел вернуться. Вот смотрите, абсолютно очень важный, очень социально значимый вид страхования. Как его продвигать? Продвигает ли его каждая отдельно взятая компания? Ну, помимо того, что там раньше ходили агенты, сейчас не знаю, как это делается, давно уж не звонили. Или как-то вот союз страховщиков, или что, или как это нужно развивать? А в начале передачи вы приводили пример страхования машины, дачи и своих медицинских расходов за рубежом. Действительно, почему люди страхуют производные... Обязательные некоторые из них, да. Ну, страхование каской или страхование имущества, дачи и квартиры, это не обязательно. Но, тем не менее, люди не страхуют свою жизнь, а ведь именно жизнь и возможность зарабатывать деньги является источником приобретения машины, дачи, зарубежных поездок. И, вы знаете, самое сложное, почему считается, что страхование жизни – это самый сложный вид страхования? Попробуйте говорить с человеком о его доходе, о его состоянии здоровья, ведь нужно проходить медицинский андеррайтинг некий, где-то простой, где-то более сложный. Но самое главное – о исполнении его социальной роли. О том, ощущает он на себе социальную ответственность за свою семью, за своих близких. Многие хотят говорить о таких вещах. Многие их это беспокоит, но очень многие не хотят об этом разговаривать. Ну, может быть, как раз и было бы хорошим выходом какие-то, ну, а-ля там, социальную рекламу запустить, какие-то вот такие ролики, что ли, не знаю. В разных странах мира, опять же, берем Восточную Европу, которая ближе всего к нам по истории развития, да, нигде очередей для того, чтобы приобрести страхование жизни нет. Но при этом покрытие, ну, как бы проникновение, да, в бизнес этого вида, оно очень высокое. Считается, что самым лучшим способом стимулирования сбыта страхования жизни является личная продажа, личная консультация. Все-таки агенты. Агент, и агент здесь такое, как бы множественное число. Это может быть консультант банка, это может быть агент страховой компании, это может быть какой-то прочий финансовый консультант. Но обязательно нужно поговорить с человеком один на один. Это если мы ведем речь, особенно о накопительном страховании жизни, который не такой простой сразу, на первый взгляд, для понимания. А что касается просто рискового страхования жизни, оно может быть однолетним, там, пятилетним, десятилетним. То сейчас все больше и больше начинают компании страховые предлагать коробочных решений для своих клиентов. Мы вот запустили недавно Сбербанк страхования жизни практически в любом отделении страны. Клиент может за очень приемлемые деньги, там, тысяча рублей, две тысячи рублей, пять тысяч рублей, застраховать свою жизнь именно как рисковое страхование жизни. Ведь в чем особенность... От несчастного случая. От несчастного случая или, в принципе, страхования жизни. В чем особенность еще, да, этого вида? Если, вот, многие говорят, ну, это дорого, я не страхую, потому что дорого. Тут нет понятия, дорого или дешево. Если вы страхуете машину, у вас есть стоимость автомобиля. Да, она известна. Она известна, она зафиксирована, и ваш тариф – это какой-то процент от этой стоимости. Когда вы страхуете свою жизнь, вы сами определяете цену своей жизни. И вы сами определяете, сколько вашей семье необходимо будет денег, если вдруг, не дай бог, что-то случится с вами. А, скажите, а вот в продвижении страхования жизни работают какие-то кабрендинговые, какие-то партнерские программы? Ну, понятно, что Сбербанк и Сбербанк страхования жизни, понятно, что они вместе. А вот с какими-то внешними партнерами, не знаю, срочными сетями, авиакомпаниями, турагентствами теми же? Ну, очевидно, что, когда мы говорим о накопительном или инвестиционном страховании жизни, здесь очень хорошим партнером является банк. Даже банк является лучшим партнером для страховщика жизни, чем для страховщика общего страхования, потому что речь идет об управлении деньгами, и клиентам гораздо понятнее и удобнее об этом говорить банк. Ну, по крайней мере, разговор на одну тему, на одном языке. Да, абсолютно верно. А так, в дополнение, партнерами страховщиков могут быть и сети медицинских клиник. Кстати, да. И иногда есть такой вид страхования, например, онкологическое страхование, или просто страхование критических заболеваний. Если человеку диагностировано первично какое-то опасное для его жизни заболевание, то он получает денег на лечение. А работодатели? Союзники? Работодатели очень хорошие союзники. В некоторых странах работодатели выступают основным источником программ пенсионного страхования. В России это пока не так. Мне кажется, что здесь тоже большая перспектива, большая возможность для роста. И здесь тоже необходим определенный стимулирующий налоговый режим, который пока для страховщиков жизни не введен, но я надеюсь, что государство пойдет навстречу и в этом аспекте. Максим, в завершении программы, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я хотел бы пожелать телезрителям уверенности в завтрашний день. И чтобы никогда не наступали страховые случаи. Да, абсолютно. Пусть все выплаты по вашим долгосрочным полисам страхования жизни будут выплаты именно по завершению полиса страхования. И на эту сумму можно будет приобрести для своей семьи что-то значимое и что-то хорошее. Ну и в целом гармонии, внутреннего равновесия и умения получать удовольствие от жизни. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. В гостях у нас был Максим Чернин, вел программу Василий Богданов. До свидания. Продолжение следует...